МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, для начала поясните, как давно в вашем районе начали говорить о муниципальном округе? Это же случилось не меньше года назад. Муниципальный округ вообще начнет действовать официально с 1 января 2022 года. Сейчас мы нарабатывали опыт, обменились мнениями. И с прошлого года, с сентября, мы только вышли с инициативой, провели все необходимые процедуры. Провели публичные слушания, пообщались с населением. И наш депутатский корпус вышел с инициативой в АКЗС как раз о создании нашего Зарецкого муниципального округа. Сейчас мы имеем двухуровневую систему. То есть есть район, как орган местного управления, а также органы местного управления в виде сельских поселений. И тот и тот орган власти, он самодостаточный, имеет свою правовую базу и правовую основу. И, по большому счёту, сельские поселения, они не подчиняются району. То есть взаимодействие именно выстроено в 131 законе. У сельских советов имеется свой устав, свой бюджет, своё количество депутатов, которые решают те полномочия, которые закреплены в 131 законе. То же самое и по району. Есть свой устав, свои полномочия и свой депутатский корпус, который решает те вопросы, которые закреплены в 131 законе. Сейчас принято новое понятие муниципального округа. Сельские поселения как самостоятельная единица уходят, и просто не будет депутатского корпуса. И не будет именно сельских поселений как юрлиц. Но на местах останутся специалисты, которые будут являться начальниками секретарных отделов. Таким образом у нас главы сельских поселений, они трансформируются или переходят в структуру, администрации и будут являться начальниками территориальных отделов. Таким образом, наши опасения у населения, у многих, что отдаляется власть от населения, такого не будет. Почему? Потому что также справки, вопросы, которые решала поселковая администрация, она также будет решаться только у начальника территориального отдела. По большому счёту идёт упразднение только централизованной бухгалтерии, это раз, и депутатов сельского уровня. Но вот 19 сентября, когда мы проведём выборы, у нас 19 депутатов останется, они будут представлять интересы всех жителей населённых пунктов. И таким образом, как раз вот о чём мы говорим, вот конституционное право выбирать и быть выбранным, оно останется. Сейчас, чтобы вы понимали, у нас на уровне района 99 депутатов. Из них 80 сельского уровня и 19 районного уровня. Поэтому у людей не всегда есть понимание, за что отвечает депутат сельского поселения, а за что депутат районного уровня. Ну и самая главная проблема сейчас — это, конечно, кадры. Многие депутаты складывают полномочия по необъяснимым причинам, потому что они понимают, что тот уровень доходной части бюджета сельского поселения не получается решать те вопросы, которые возложены на сельские поселения. Я правильно понимаю, что именно вы предложили жителям Залесовского района перейти на такой формат управления? Как удалось убедить в итоге? У нас все-таки работа была проведена огромная, потому что вопросы мы начали ровно год назад на отчетных сессиях каждого главы. Мы выезжали, объясняли эту ситуацию. Было очень много дискуссий по этому поводу, было очень много вопросов. Мы подготовили презентацию, которая бы раскрыла все нюансы. Вопросы, которые нам задавали, мы их собрали в такой пул, и методические рекомендации выпустили 33 вопроса, 33 ответа. Потому что людям, понимаете, их не только интересует, что будет со справками, их интересует, как будет работа по программам поддержки местных инициатив, как у них будут ремонтироваться дороги, как будет обслуживание тех или иных вопросов, которые были закоплены за сельскими поселениями. Поэтому в течение года не только на сходах граждан, но и через средства массовой информации, через социальные сети мы эту работу проводили. А вот в сентябре депутаты районного совета вышли с инициативой о том, чтобы создать муниципальный округ. Мы проехали вновь, сразу скажу, из девяти сельских поселений, восемь проголосовали за, и одно поселение, ну, они были против. Не категорически, но высказали с ту точку зрения. Ну, это всё нормально, мы с вами живём в демократическом государстве. И депутаты, они в свою точку зрения отстаивали и сказали, что, наверное, мы вот боимся пока переходить на окружную систему, потому что в Алтайском крае, ещё раз повторюсь, мы идём первые. По закону у нас так. Муниципальный округ будет создан только тогда, когда только один будет против, либо все за. Если будет два муниципальных образования против, то муниципальный округ не создаётся. Независимо от количества сельских поселений, вот у нас их девять, да, если бы два было против, муниципальный округ не создаётся. Если, например, 21 поселение, да, вот у наших соседей, там будут два против, тоже муниципальный округ не будет создан. В чём вы видите плюсы такого формата управления, как муниципальный округ? Самое главное, мы должны сейчас доказать людям на этой территории и вообще на территории всех сельских поселений, что окружная система, она даёт только плюсы. Поэтому участие в программах. Тот же КАИП, мы, например, по этому сельскому поселению начали ремонтировать школу. Полностью поменяли котельное оборудование, то есть построили спортивную площадку. Население должны не просто на словах, а на деле увидеть изменения. Самое главное не оптимизация, как многие думают, а это более эффективное принятие управленческих решений. Понимаете, у нас является в муниципальном округе единый бюджет, это единая система управления и, конечно же, единая система ЖКХ. Вот если где-то какие-то проблемы существуют, мы можем мобильно финансировать какие-то проблемы. И самое главное — это участие в программах. Если сельские поселения мы понимаем в априори, я это не могу сделать. Я говорю о наших муниципальных образованиях, потому что у них сейчас затраты и расходная часть — это зарплата и коммунальные расходы. На программы финансовых средств просто нет. Это из-за действующей системы налогообложения. Поэтому при формировании бюджета в муниципальном округе мы уже можем закладывать финансовые ресурсы для участия как в краевых, так и в федеральных программах. Потому что мы же понимаем, для того, чтобы участие в программах было, надо выполнить три вещи. Первое — это должна быть проектно-сминутная документация. На это надо выделить местные финансовые ресурсы. Затем положительное заключение. И мы уже будем выбирать, в каких программах участвовать. Либо это будут краевые программы, либо это будут федеральные программы, которые требуют одним из условий. Это своя доля должна быть софинансирования. Муниципальный округ выгоден с налоговой точки зрения. И расскажите, как новый формат отразится на пополнении местной казны. Говоря о плюсах, для муниципальных округов принято решение все-таки по упрощенной системе налогообложения не 50 на 50 делить, а 75 на 25. 25% будет уходить в край, 75% оставаться на территории. Вот это одно из плюсов при переходе на дворную систему. И второй момент, на который нужно обратить внимание, по федеральному законодательству муниципальные округа по НДФЛ приравниваются к городским округам, и доля, которая остается у нас в районе, в муниципальном округе, должна была составлять 20%. Но принято решение, и нас поддержал Минфин Алтайского края, что доля останется также на уровне 60%. Поэтому плюс УСН у нас будет больше по сравнению с другими муниципальными районами сельскими на 25%, и будет составлять 75%. А по НДФЛ мы останемся как и муниципальные районы, что тоже является немаловажным фактором. Как вы думаете, станет ли такая форма управления популярна в вашем районе и, наверное, в целом в Алтайском крае? Все это зависит от того, какой будет у нас опыт. Понимаете, сложно всегда первым. Вот если у нас этот опыт даст положительные плоды, тогда, наверное, мои коллеги посмотрят и скажут, да, наверное, нам можно переходить. Если у нас будут больше отрицательных моментов, да, и мои коллеги, посмотря на наш опыт, скажут, нет, наверное, все-таки мы еще подождем, тогда это может не прижиться. Хотя вопросов очень много, но понимание того, что придет время и муниципальные округа будут, ну, я не скажу, что повсеместно, но они будут в большинстве случаев на наших территориях, потому что у нас больше всего это сельские территории. И там, где самодостаточны сельские поселения, ну, наверное, этот опыт рано перенимать. Мы это понимаем. А там, где проблема с кадрами, надо же понимать, у нас, представьте, из девяти сельских поселений четыре главы с приставкой ИО, исполняющей обязанности. Потому что найти главу на зарплату от 16 до 18 тысяч очень сложно, потому что зарплата очень маленькая, а вот зона ответственности, когда вас контролируют органы прокуратуры, Роспреднадзора, ПОЖнадзора и других надзоров, и за все надо оплачивать, потому что практически везде это штрафные санкции из-за тотального недофинансирования, да, то многие главы просто складывают полномочию и уходят. Это как раз проблема. И эта проблема, наверное, более остро будет в 22-м году, когда будут у нас уже большие выборы в Алтайском крае по муниципальным образованиям. Там очень много мы выбираем сельских поселений. Ну и сказать всё-таки о количестве муниципальных образований, нужно тоже отметить, мы четвёртые в России по количеству муниципальных образований. Ну представьте, ну это тоже надо понимать, что это облённое количество вопросов, связанные с развитием территории в целом. Ваш муниципалитет сейчас на каком этапе перехода и над чем вы сейчас работаете? Полтора года мы всё приводили в соответствие. Мы одни из немногих, как я уже повторюсь, всю коммуналку оставили у себя. Мы объединили два МУПа. У нас было муниципальное предприятие, которое отдельно занималось водой и отдельно, которое занималось теплом. Мы это всё объединили. Сейчас с этого года, с января полностью у нас муниципальное предприятие занимается водоснабжением и теплоснабжением по всему району. Сейчас задача их выйти на тарифы, потому что у нас до этого занимались сельские поселения. Поэтому самая главная проблема, которая вот нами была решена, это всё-таки концентрация материально-технических резервов, кадровых резервов именно для выполнения полномочий, которые возложены сейчас на район, чтобы их не передавать сельским поселениям. На мой взгляд, мы потихоньку с этой задачей справляемся. Сейчас, конечно же, огромную работу вместе с правительством и вместе с АКЗС мы проводим по нормативным документам. То есть сейчас очень много вопросов именно по созданию проекта закона, который завтра будет, я так думаю, он примется в первом чтении, и приведение границ территории в соответствие. Потому что там есть очень много вопросов, которые мы должны решить параллельно. С этой точки зрения к первому сентябрю, я так думаю, что мы полностью будем готовы перейти на муниципальный округ. Но, повторюсь, есть нормы закона, которые будут действовать сразу же после его вступления. А есть нормы закона, которые полноценно начнут действовать с 1 января 2022 года. Ну, а мы желаем вам удачи. Напоминаю, что о новой форме муниципального управления, которую скоро узаконят в Алтайском крае, говорили с Александром Пластеевым. Его Залезовский район станет первым, кто станет округом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok